Привет, друзья! Добрый вечер! Добрый день, кто когда меня смотрит! Итак, сегодня очередной хау у нас No Frill Walmart. Покупки сегодня не очень большие, потому что буквально на днях Костя идет у нас в Коско, поэтому будет браться мясо, молочное, ну и какие-то там еще дополнительные вещи, которые, как всегда, непредсказуемые в Коско. Невозможно знать, сколько ты потратишь денег и что конкретно тебе нужно будет, но основные вещи, которые были по скидкам на этой неделе, которые мне были нужны, я взяла. На самом деле немного, но я думаю, вам будет интересно. Итак, начнем с ресита нашего. Итак, No Frill. Значит, было очень много скидок на этой неделе, 2-3 доллара, всякие такие вещи, разные вкусности интересные. Вот. И мы таким образом пришли к сумме 67 долларов и 68 центов. На самом деле, должна вам сказать, что ощутимо очень, так как доллар у нас сейчас, канадский, очень упал, ощутимо по овощам и фруктам можно видеть. Ну, плюс сейчас не сезон, зима, да, они всегда дорожают фрукты и овощи, но сейчас просто цены бешеные, можно так сказать, поэтому не густо с фруктами и овощами. Вот. Ну, то, что взяла, так сказать. Итак, давайте посмотрим. Так, бананы. Бананы подорожали на 10 центов. Даже, получается, они, да, были 59, сейчас 60, около 69 центов за паунд. Я взяла вот бананчиков. Самые популярные у нас дома зимние овощи, это овощи, наверное, это капуста, это овощи. Мы делаем, я варю очень много, ну, супы я всегда варю, но как-то она и в салаты у нас идет очень много, потому что помидоры и огурцы, ну, просто бешеные цены. Мне очень жалко тратить деньги, когда я знаю, сколько реальная стоимость этого товара, платить за него дорого. Естественно, пока еще у нас сезон мандаринки, и в этот раз, вы не поверите, это из Марокко. Это марокканские мандаринки, вот. И даже на русском языке было написано «продукт Марокко». Мне это понравилось. Я вам даже сейчас покажу, если здесь это видно будет. Сейчас посмотрим. Да, видите, продукт Марокко. Это очень интересно. Вот, так что вот у нас мандарины, капуста. Мои многоуважаемые и любимые яблочки Гала. У нас яблоки просто уходят. Я сейчас покупаю в среднем по два мешка в неделю. И мы съедаем. Просто дети едят их тонно, и мы тоже любим. Очень вкусно. В общем, сейчас я взяла только лишь пакет яблок Гала. Взяла лимоны. Сто лет не ела лимоны, потому что как-то руки не доходили, и дорого было. Сейчас вот эта вот сеточка стоила 3 доллара. Такие крупные, достаточно хорошие, американские. Вот, и так хочется сейчас, такое зимнее время, хочется пить постоянно чай. И вот с лимончиком. И также мы пьем еще кофе растворимый с лимоном. Кстати, это очень вкусно. Кто не пил черный кофе, кстати, тоже очень вкусный с лимонами. Вот несколько недель не было редисочки появилось. Мы просто тоже любим редисочку жевать. У меня и дети кушают, и муж кушает. Взял один потат. Тоже я его просто запекаю. Потом его крупно вот так вот нарезаю кружочками. И немножечко его так пассирую в разных приправках вкусных. И мы едим это можно с мясом, просто с салатом. Был по скидке сыр. Я взяла 3 упаковки. По 2 доллара было за упаковку. Здесь 300 грамм. Вот, я взяла 3 упаковки. Я их натру на терке и заморожу для пиццы. Так как пицца у нас сейчас постоянно делается зимой. Постоянно эти плейдейты. Постоянно приходят детки, и мы постоянно готовим. Поэтому я ждала этой скидки и с удовольствием взяла. Взяла готовый салат. Сегодня он был по 3 доллара за упаковку. Это очень вкусно. Мы его очень любим. Там уже готовый соус к нему идет. Семечки. Там, в общем, мой крамберис. И вот такие вот всякие... Всякие, даже не знаю, листики. Всякие салатики. В общем, все это вкусно. И я его взяла уже готовый. Только лишь его весь смешать. Видите, внутри уже пакетики. Там с соусом и со всеми этими вот штуками. 3 доллара упаковка. Обычно она стоит, по-моему, в районе 4,50. Посто такая упаковка в 2 раза больше стоит 5 долларов. Вот. Но так как я сейчас взяла 3 доллара, это тоже хорошая цена для этого. Пусть будет. Потому что салаты все равно хоть какие-то кушать надо. Хотя зимой мы, конечно, меньше кушаем вот такой именно салат помидора и огурцы. А все вот какой-то капустный у нас. Какие-то такие немножечко другие. Вот такого плана салат. Делаем всякие соленые. Солености берем. Так что это то, что касается этого. Так. Две буханки хлеба. Было мясо по скидке. Много не брала. Всего кусочек взяла. Потому что это хорошо на шашлычок. Я его возьму. Вот на 6 долларов. Такой кусок. Это свининка. Нежная часть. Костя будет мясо брать все равно в Коско. Поэтому я не набирала. По скидке была крем-чиз. Я обычно в Филадельфии не беру. Но только когда есть по скидке. Сейчас он был, по-моему, или 2, или 3 доллара. 3 доллара. Не помню. Короче, это было дешевле, чем обычно. Я взяла. Вот это я взяла для вкусности, которое я буду готовить, наверное, на следующей уже неделе. Я понемножку подкупаю. У меня уже есть мороженый шпинат. Я купила. Это артишок. Маринованный. Но именно в масле. Вот. Маринейтед и ноил. Видите? Вот. Это будет делать блюдо. Я, кстати, буду вам показывать. Это очень вкусная закусочка. Я ее обожаю. Печенечки были по скидке. Я взяла вот эти вот песочные. Очень люблю. Давно их не брала. Наверное, в последний раз в Израиле покупала. То есть много лет назад. Сейчас были по скидке вот эти шнайберовские. Я их люблю по 2 доллара, когда есть скидка. Я беру, я их когда-то попробовала. Детки очень любят на барбекю. Чтобы они валялись в морозилке. Иногда мы раз решаем, чтобы сделать, чтобы деткам было пожарить. Так всегда у меня в морозилке какие-то такие валяются. Я сейчас взяла по 2 доллара. Так. Вот это тоже были сейчас по фиш стикс. У меня еду их очень любят. Давно я не брала никакие. Фэмили пэк 28 штук. 700 грамм. Они стоили 3 доллара, эта упаковка. Хотя обычно она стоит в районе около 8 долларов. Была очень хорошая скидка. Я решила взять. Тайдушки в школу на обеды. Я ему даю на обеды. Что еще? Все. Это было все, по-моему, из... А, нет, 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 нет. Вру. Вот еще одна баночка. Мы просто ее уже ужинали. Это еще к салатам. Относится к салатам. Вот такие вот солености. Я его называю корейский салат. Вот. Ну, просто такие маринованные, очень соленые, такие островатые, немножечко такие овощи, сборник, такой микс. Вот морковочка, там цветная капуста, перчик болгарский. Вот такое все я люблю. Вот это вот к зимним салатам относится. Вот это у нас был ноуфрил. А теперь приступим к Волмарту. Итак, начнем, естественно, с Ресита. Чтобы вы могли вот увидеть, кого что будет интересовать. В общем, вышли мы на сумму 36 долларов 21 цент. Что было мной куплено? Ну, покупка на самом деле небольшая, но все же. Я купила, как всегда, я беру за 2,50 вот эти сериалс цветные на завтрак. Долго бегала. На самом деле, Идо протер свой ланчбокс. Обычно в середине года уже мало кто их покупает, поэтому продажи их почти нет. Я что-то ходила, искала, что-то мне нужно было. Почему? Это не он протер, на самом деле, просто Габи всегда берет у него ланчбокс, когда мы возвращаемся домой. Или она его тащит, потому что ручки длинные, и она его тащит всегда за собой по земле. И он протерся до дыр, поэтому нужно было покупать новый. И я решила купить такой маленький, потому что до этого был большой. Практически последний выхватила, Рубер Мэйд. Вот очень хорошая фирма. У нас есть у Идо и бутылочка от этой фирмы, и у нас сумка-холодильник. Все вот от этой фирмы. Она очень хорошая. Он компактный достаточно, я не знаю, в сочетании. Может быть, вы поймете с коробкой от Сириалс, что он небольшой. Сюда как раз встанет его вот эта вот баночка в ланчбокс. Здесь есть карманчик для водички, для бутылки с водой. И все, и там снаг, который ему нужно, влезет. Поэтому вот за 6 долларов вообще таких цен уже не найдешь сейчас. И такая хорошая фирма. Он, опять-таки, конечно, маленький, но удаленький. И Дошке очень понравилось, как раз такой синий цвет. Так что я очень довольна. Можно и на длинной ручке его носить, можно просто на короткой ручке его носить. Вот для Габи будет удобно, уже не будет тащить по земле. Потом для пиццы, опять-таки, купила папироне. Это все бросается в морозилочку, будет лежать, когда будем делать. Вытащим и будем пользоваться. Для той же пиццы у меня уже закончились дрожжи. Вот я беру такие дрожжи сухие. Я их очень люблю, они очень хорошие. Было 6 упаковочек. Хотела ему купить, просто забирала его сегодня с русской школы, чтобы он что-то маленькое перекусил. Были за 2,56 штучек маленьких упаковок чипсов. Так я взяла побаловать его. Ну и уже в школу, естественно, буду на снаг ему давать. Потом всегда я подкупаю какую-то консервочку, чтобы у меня лежало. Знаете, как тут. На такой какой-то черный день, если снегом завалит, мы не разгребемся, чтобы хотя бы было несколько каких-то консервных банок, которые можно открыть просто и покушать. Мало ли там не сможете выехать, или вдруг электричества не будет, или чего-то, обязательно здесь нужно иметь такой сухой паек. Я каждый раз иду, если есть какая-то скидка или какая-то хорошая цена, так я одну-две баночки беру. Мы их съедаем, не то чтобы они у нас лежат, мы их съедаем. Мы не ждем черного дня, но все равно желательно, чтобы вот когда съедаем, я сразу иду и подкупаю еще, чтобы действительно на всякий случай что-то оставалось и лежало. Одна-две баночки, чтобы с голоду никто не умер. Потом опять-таки, если мы говорим про зимние салаты, также мы зимой кушаем квашеную капусту. Обычно я беру ее в Волмарте, она дешевле, но в этот раз даже не было больших банок, были маленькие. Ну, я взяла маленькую, 2 доллара, вот это стоит. Я и капустняк варю, я очень люблю капустняк. И мы делаем просто с луком и с маслечком подсолнечным, именно подсолнечным. Очень вкусно. Картошечки вареные. Вот. И просто за доллар вот такой вот джем. Джем варенья, он скорее всего, потому что он все-таки с косточками такой. Габи у меня любит на панкики мазать, просто так она любит. Любительница у нас варенья. Девочка любит сладкое. Вот. Еще купила такие мочалочки, что-то драить, когда нужно, потому что постоянно что-то нужно драить, и у меня не хватает моих вот мочалочек обычных, поэтому я уже купила себе тоже доллар стоила вот это натирачки, натиралки, натирачки. И самое интересное то, что я купила сегодня в Волмарте, это уже все продается к Валентинс Дэй, хотя до него еще остался месяц, но уже все продается. Как только закончился Крисмас, все убрали и уже выложили к Валентинс Дэй. И уже даже кое-что есть к Пасхе. Вот эти зайцы продаются шоколадные, уже к Пасхе даже готовятся. Значит, у нас в школе, в принципе, не принято дарить подарки там на какие-то праздники. Нет такого, ну не то, что не принято, нет правила, которые обязывают детей приносить подарки. Но часто детки хотят что-то сделать приятное. Кто-то несет на Крисмас, на Хэллоуин, маленькие пакетики собирают и приносят просто деткам в класс. Это и деткам приятно, и, ну, как-то оно, так, не знаю, очень хорошее такое обычай. Так как еду не разрешают приносить, ну, например, какой-то там набор конфеток или чего-то, потому что у детей могут быть разнообразные реакции, то родители приносят или карандашики дарят, или какие-то там блокнотики, ну, что-то такое символическое, но приятно. Так я решила уже купить, что называется, дешевый сердито. Обратите внимание, это Walmart, это не Долорама. Почему? Потому что люди по привычке идут в Долораму. Но в Walmart тоже можно подобрать, как бы большие, когда вам надо покупать большие подарки, то есть для большого количества детей, недорого. Вот мне обошелся, считайте. Вот это пакетики. 20 детей, 20 пакетиков как раз было. Доллар, вы сами видите, написано доллар. Такие пакетики. И в них мы разложим, вот стоило 3,48. 20 стикер-бокс. Видите, и в каждом боксе 5 стикеров с миненцами вот этими. Детки все их любят. Вот такой бокс аккуратненький. Возьмете бокс, положите в этот пакетик, и можно будет какую-то еще подписать надпись, что это от и до. Happy Valentine's Day. И всем приятно. Это учительница я взяла. Шоколадочка доллар брала. Просто Happy Valentine's Day. Он ей вручит тоже. В дневник вложит и вручит так. Или пакетик тоже положит. Короче, придумаем как. Вот. Поэтому вот деткам приятно. Ну, скажем, грубо говоря, да, все это там 5 долларов обошлось, там 6. И 20 человек будут рады и приятно. Поэтому вот это были покупки на сегодня. Думаю, вам было интересно. Если у вас есть вопросы, или вы хотите, интересуетесь каким-то конкретным продуктом, вы можете написать мне об этом в комментариях к этому видео. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok